Я говорю, я эфир начинаю, но ты можешь меня спрашивать Тебя будет слышно? Меня слышно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если шум моря, то, что я буду говорить Хорошо, все отлично Вот вам немножечко такой красоты Немножко сбивается камера Такой закат просто великолепный Камера, конечно, всего не передает Это вот мой старенький Жора Да, ребят, давайте пока Да, да, Черное море, это Сочи Задавайте вопросы, я на них, конечно же, поотвечаю А пока собираются люди Я отвечу на такой Самые распространенные вопросы Которые есть про марафон Отлично слышно, все здорово Ребят, сейчас я почитаю вопросы И продолжим Субтитры сделал DimaTorzok Отлично слышно Так, ребят, вопросы, во-первых, по По марафонам Ай, Вячеслав, привет Я был два числа у вас на семинаре Я тот, кто обнять вас разрешение спросил А вы сказали, тебе можно Поделись своим впечатлением Как тебе Как тебе встреча живая Вокруг вас такое сечение наблюдал Вы прелесть Спасибо огромное Спасибо, ребят Про марафоны Что такое марафон То есть я все время проводила марафоны Чтобы человек понимал Как можно жить без еды и без жидкости Чтобы он понимал, что это не обязательно должно быть В три дней, в пять дней Чтобы он с трех дней выходил комфортно Чтобы ему было легко выходить С пяти дней выходил комфортно Чтобы мозг понимал, что это действительно очень комфортно Проходить эти этапы Но в этот раз я хочу немножечко больше Я понимаю, что я готова чуть-чуть больше раскрыть Больше раскрыть тех моментов, когда Я вам говорю не просто о физике А мы будем каждый день углубляться Что происходит с нашим телом Как это влияет на внешнюю среду Что такое внешняя среда Как мы, отключая свою префронтальную кору Можем через тело сонастроиться на вибрации планеты И это просто очень легко сделать в сухие дни И про это мы будем говорить И когда мне ребята задают вопрос А если я новичок, мне лучше три брать дня или семь? Ребят, вообще не важно Вы можете взять три дня, можете семь Можете взять и три, и семь Это будут отдельные марафоны И там мы будем погружаться То есть я буду понимать, что три дня Это вам дать вот такой пул информации Который станет вашими знаниями А семь дней вот такой пул Если вы готовы пойти только на три дня Берите три Если вы готовы пойти уже на семь дней Берите семь Как ваше внутреннее самочувствие Потому что вот я такой человек Что мне нужно вот прям все лучше и сразу Мне бы все, все побольше, побольше Но я понимаю, что я это проработаю А есть люди, которые говорят Мне по чуть-чуть Поэтому ориентируйтесь на себя Встреча классная После нее еще пару дней на высоких вибрациях Прибывал Очень круто, очень клево Вот Еще, ребят Планируется, когда мне говорят Почему вы не составили график на целый год на ретриты Я его не составлю Не составлю Пока вам не скажу Чтоб это не было просто пшиком Но я могу сказать, что будет ретрит В июле Конец июня Начало июля Он будет в Алтае Алтай это вот такая энергия А в августе будет на Байкале Байкал это вот такая энергия Там под водой Там очень огромная энергия под водой И Байкал это Это то, что скрыто И это очень круто Я на Байкале буду сама первый раз И я понимаю, как на Алтае Держать кристаллическую решетку Нас всех Как это на Байкале Я это вижу Но я там это не практиковала Вот Но на Байкале У нас пригласили Определенные люди Я вам потом, конечно, расскажу К сожалению Мы не можем никого туда пригласить Потому что там очень Очень будет замкнутое Вибрационное пространство Там приглашают люди Меня из другого пространства И вот Этот такой опыт Будет у меня первый Я, конечно же, с вами Обязательно поделюсь Чем смогу Вот И да У меня тут уже пишут А что это у вас такое Когда я вам рассказываю Что идут определенные Определенная регенерация Тело Определенная регенерация Крови Клеток Она идет не Просто в бла-бла-бла Она идет в физическом Своем воплощении И в том числе У меня было На сегодняшний день То есть я Пронаблюдала Ну я все время Ребята уже знают Что я все время Наблюдаюсь в клинике О определенных О определенных людей Которые знают Мой образ жизни Вот Либо они мне говорят Какие анализы сдать Чтобы им переслать И у меня тоже Идут свои процессы Я могу так сказать Что Меняется Молекулярная структура Крови И со сменой Молекулярной структуры Крови В сосудах Происходят Тоже определенные Свои Моменты Когда идет Либо Сильное разжижение Крови И идет кровь Из носа Из носа Из ушей Может даже Как бы Как Из каналов Слезных каналов А бывает Загущение крови Вот И загущение крови Оно бывает Очень часто Что его нужно На определенном этапе Не ждать Пока Нуросесется Хотя Оно может Так Бывать Что Перапельным путем Сейчас Сейчас Поезд Проедет Слезных Слезных Когда ты Начинаешь Управлять Своей Префронтальной Корой Когда ты Начинаешь Чувствовать Какие процессы Какие новые Нейронные Сети Образуются В латеральной Префронтальной Коре То ты Понимаешь Что начинает Происходить С твоим Внешним Миром И Ты Понимаешь Как тебе Это разрешить Пространство Дает тебе Возможности Этого Разрешения А тело Тело Оно для этой Плотности Оно не всегда Готово И у него Идут иногда Бывают такие Прям моменты Я вам всегда Говорила Что переход На Иной Образ жизни Это не всегда Вау Вот И бывает Иногда Такое Что Нужно Сделать Определенные Вещи Чтобы Дать Я сейчас Просто Подбираю Слова Чтобы В прямом Эфире Чтобы Дать Более Легкое Течение Кровотока В твоем Физическом Теле Вот Так Вот У меня Сынок Уже Накачал Сап Сейчас пойдет Вечерком В прохладном Моречке Это просто Кайф На Сап Я сейчас С вами Поболтаю И тоже Пойду С удовольствием На Сап Вот От вас Ребятки Конечно же Я жду Вопросов Какие Вопросы И Вообще У меня Сегодня Я знаете О чем С вами Хотела Поговорить Как Как Мам Весло Не сдали Весло Забыли взять Сейчас Подожди Угу 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 Не Тиш Не могу Дозвониться Ты Может быть Тогда Так Ну Что Вот Так Вот Поколбасит Здесь Вот Сейчас Подожди Поколбасит Алло Ярик А ты можешь Прямо Сейчас Принести Весло Мы Сап Надули А весло Забыли А уже Скоро Темнеет А ты Можешь Тогда Бегом Через Пять Минут Принести Его Хорошо Давай Ждем Пять Минут Угу Очень Интересно Спасибо Я вам Еще хотела Ребят Сказать Такую Тему Я не Просто Так Сегодня Села На Солнышке Я Очень Много Смотрю На Солнышко Но Не Просто Смотрю Туда А Еще У Меня Есть Определенные Сессии С людьми Которые Занимаются В том числе И Планетами Но Это Не Просто Планеты Как Их Увидеть Но Вы Можете В принципе Найти Эту Информацию Это Информация Открытая Это Когда Мы Говорим Что Земля Она Приближается К Солнцу И Через Какое-то Время Солнце Полностью Поглотит Землю Смотрите Чтобы было Понятно Вот Смотрите Вот это Солнце Вот такое Вот Да А Земля По сравнению Солнцем Вот Такой Вот Объем И Оно Стоит Сейчас На Сегодняшний День На Вибрационной Оси Которая Приближается К Солнцу И В этом На этой оси Приближается К Солнцу Ну То есть Приближается Земля К Солнце То есть Солнце Полностью Растопит В том Числе Если Человечество Не придет К себе Что значит Человечество Не придет К себе Это Как раз Те Моменты Когда Я С вами Говорила О том Что Каждый Должен Прийти К себе Что Такое Каждый Должен Прийти К себе Это Значит Когда Ты Не Кого-то Хочешь Выдернуть Из Какого-то Состояния Это Когда Ты Не Кому-то Хочешь Причинить Добро Не Кому-то Хочешь Что-то Рассказать А Когда Ты Своей Вибрацией Собой Начинаешь Начинаешь Вытаскивать Состояние Себя Из Себя Тем Самым Когда Ты Вытаскиваешь Это Состояние Себя Из Себя Ты В себе Заряжаешь Переходишь С Метахондрии На Центросому Центросому Это Внутреннее Солнце Внутри Нас Это Энергия Которая Есть В Нас Вот И Не Запускаются Другие Процессы В Теле Человеческом То Есть Человек Должен Стать Как Батарейкой Солнцем Для Самого Себя А В Дальнейшем И Для Планеты И Тогда Свои Смотрите Как Получается Давайте Сейчас Простым Закон Бесня То Есть Мы Сейчас Находимся Очень Многие На На Питании Метахондрии Метахондрия Это То Из Чего Мы Состоим Мы Пытаемся Запустить Регенерировать Многие Не Мы А Многие Вот Это То Что Позволяет Жить Более Качественно В течение Восьмидесяти Там Шестидесяти Восьмидесяти Лет Но Когда Человек Убирает Когда Человек Убирает Приходит К себе Переходит На Состояние Чувствования Когда Ему Не Интересно Вот Это Этот Шик Энергетический Такой Он Даже Не Энергетический А Эмоциональный Тогда Все Что Связано С Эмоциями У него Отпадает В том Числе Еда И Когда Еда Минимизируется Приходит На Нет То Тогда Запускается Центросома Центросома Это Как Солнышко Внутри Нас Как Батарейка И Когда Человек Становится Этой Батарейкой Этим Солнышком То Тогда Земле Не Нужно Идти На Притяжение К этому Теплу К теплу Всегда Идет Притяжение Тогда Не Нужно Идти На Притяжение Сюда Тогда Земля Может Перейти На Свою Ось Если Люди Ну 20% Населения Это Очень Много 20% Населения Перейдет На Самого Себя На Уровень Центросомы То Тогда Земля Станет На Другую Ось На Ось Самого Себя И Она Будет Вне Зависимости От Солнца Представляете Как Это И Это Я Вам Сейчас Говорю Как Б Скомканно Сжатый Материал Но Если Вы Начнете В Лет Но Тем Не Менее Это Открытая Информация Которую Просто Нужно Объединить С Разных Источников Так Помните Нашу встречу Онлайн В Амире Я Тогда Вам Сказала Что У 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 После Кто То Geschäft Может Приех В С Есть В Есть Видения В Открытым Доступе Вы Здесь Нашли Меня Точно Так И Я Есть В Тех Соц Сетях Которые Абсолютно свободно Я Общаюсь С Любой Страной Пожалуйста Пишите И Мы С Вами Проговорим Я Просто Немножко Не Понимают Ситу Ситуацию, понятно по нескольким словам, я этого не найду. А ты его приготовил весло, чтобы уже сюда нести или нет? А где оно? Около лестницы, дальше не приготовь. Ребят, у меня есть ребята на сопровождении и из Германии, и из Африки, и из Бельгии в том числе. Конечно же есть все это. Мы с ними в Телеграм, как правило, общаемся. На сегодняшний день это... Тиш, возьми, пожалуйста, Ярику, расскажи, где весло, он его найти не может. Позвоним. Позвонить можешь? Да. Позвонить, да? Да, позвоним просто. Ага. А, все, сейчас. И на сегодняшний день, что я вам транслирую, это как раз я вам транслирую, чтобы вы могли как с физического состояния, так и с духовного состояния пройти в те свои ресурсы, в те свои комнаты, когда вы понимаете, что вы есть намного больше, чем вот это замкнутое пространство ваше тело. И когда вы осознаёте, что вы есть намного больше, чем это замкнутое пространство, чем ваше тело, тогда вы можете смотреть за тело, за тот мир, который всегда был с вами. И когда вы смотрите за тот мир, то то, что было в том мире, в котором вы находились, в том числе и в теле, оно становится вам не совсем интересно. Тогда вы понимаете, что происходит там. И состояние еды, оно становится неинтересным. Это становится эмоциональный порог того, за порог чего вам выйти достаточно сложно. И это уже не тот драйв. Потому как вы, когда вы можете быть вне тела, когда вы можете видеть свет, свет любого пространства, любого пространства, это же в теле же тоже пространство. То есть в теле же вы видите, как говорится, я вижу человека, вы видите не человека. Вы видите то, насколько себя заковал в тело, ну как, не человек, а душа, может быть, да? Потому что она намного больше, чем тело. И когда вы осознаёте, что вы есть, тогда вы начинаете познавать, тогда тело становится вашим инструментом, вы начинаете познавать что-либо через тело. Но вы уже понимаете, что вы не тело. У вас только идёт познание через тело. И это другие процессы. И когда вы познаёте через тело что-либо, тогда вы его держите в определённом состоянии. Тогда вы его держите в определённой частоте, определённого качества. Вы знаете, что через вот это тело, через такую частоту, через такие вибрации, вы можете получить ещё пул знаний вот такой вот. А если ваше тело будет вот таким, то уже вот такое вот. И вы уже не смотрите из тела, что я хочу вот это съесть там или ещё что-то. А вы уже смотрите сверху тела. И вам уже не хочется через тело что-то съесть. Вам хочется укрепить определённым образом тело, чтобы через него ещё познать из этой плотности какие-либо состояния. И это, поверьте, ребят, далеко не еда. Такое ощущение, что я перестал чувствовать мир так же, это было раньше. Мам, ты его никуда не унесла? Тише. Ну вот так было. Ушло разделение хорошо-плохо, правильно-неправильно, эмоций нет, тишина. С этим же ушли смыслы, которые раньше давали мотивацию. Если у вас ушли смыслы, которые раньше давали мотивацию, вы застряли. Я не говорю, что должны быть смыслы, либо мотивация. Но вы должны видеть путь. И это не коридор, это не двери. Это глобальный путь того, куда можно прийти. Наверное, я бы объяснила это так, что, когда вы выходите из этого бутылочного горлышка, когда вы выплёскиваете пыль, и вы выплеснули сюда из бутылочного горлышка, вот там в горлышке, там мотивация, там цели, там «ох, я сейчас сделаю». А когда вы выходите, перед вами открывается пространство. И тогда вам уже необязательно строить цели, потому что всё, что есть в этом пространстве, это вы. Это уже есть вы. Это уже есть у вас, потому что это уже есть вы. Какие вы можете построить цели? И вот когда у вас есть состояние, что нету цели, это как раз, когда вы застреваете в горлышке. То есть вы уже не в бутылке, но и ещё не в пространстве. И это не страшно. Вы куда-нибудь выброситесь, либо обратно сюда, и здесь ещё раз получите какой-то опыт, либо туда, и получите другой опыт. Дорогая, так классно сейчас медитируется, здорово. Поезд едет, пока поезд едет, я вам ещё покажу. Вот моречка. Закат. Да, и ребятки, я скоро уеду, ненадолго. И чтобы у нас с вами не делать большой промежуток, в эфир выйдем тоже в ближайшее время. А в закрытом клубе мы поговорим, опять же, на каверзные темы. Я думаю, что завтра. Ну, а сегодня уже становится темно. Я вас всех обнимаю. Если был хороший звук, то я с огромным-огромным удовольствием буду проводить его здесь, на моречке, чтобы вам было приятно. О, у меня там сын к палецу. Я вас всех обняла. Пишите вопросы. И чем больше будет вопросов, тем больше и чаще я буду проводить эфиры. О, был хороший звук. Здорово, ребят. Все. Тогда я обязательно с вами еще здесь встречусь. Всех обняла.